всем привет меня зовут серёга литовец и мы как всегда на канале мошенники звонят по телефону обязательно после просмотра ставим лайки дизлайки пишем комментарии если конечно вы не полянница иванов или похожая не чистая сила всем приятного просмотра к нам поступила заявка вашего личного кабинета на формирование потребительского кредита данную заявку подавали подавали в размере на 150 тысяч рублей верно не говорю не подавала я очень беру кредиты я понял звоним вам собственно почему потому что 15 минут назад была подозрительная попытка входа в ваш личный кабинет собственно после этой попытки и была подана данная заявка вы возможно кому вы возможно отдавали свои личные данные не даю никому не давали никому смотрите возможно вы брали какие-то кредиты микрофинансовых организаций и так далее куда могла информация утечь нет я в микрофинансовых организаций а как думаете может быть это кто-то из ваших знакомых я знакомым не дают это либо же мошенники которые взяли ваши данные либо же с какого-то сайта например если вы оплачивали какие-то покупки в интернете указывали номер карты cv коды дату как бы срок то могло туда либо же с банков либо же сбербанк это наша банка утечка с нашей стороны что тоже возможно либо же с других банков которых обслуживаетесь а вот произошла попытка входа в личный кабинет в личный кабинет была не попытка был вход вход а как они могли зайти ну допустим и подали же вот это вот заявку на кредит на 150 тысяч рублей ну чтобы войти в личный кабинет нужен номер моей карты правильно она была приостановлена так как получатель был указан не ваша карта а карта кривцова олега сергеевича знакомым этот человек еще раз так фамилия кривцову нет ну вот вот на этого человека 150 тысячи должны были перевестись просто я вам очень на самом деле повезло потому что такое бывало что переводилась вообще на неизвестные карты как бы и потом уже это очень трудно сейчас операция приостановлена сейчас мы заполним мошенничестве относительно вашей карты и отменим дан данное кредитование вам большое давайте да все сделаем что говорите я говорю спасибо вам большое давайте сделаем что необходимо так сейчас я заполню анкетку так смотрите первый вопрос я так понимаю ранее кредиты не оформляли да нигде не в банках не в микрофинансовых организаций ну то есть возможно еще если у вас были просрочки если ваши данные передавались коллекторские агентства то у меня эти данные уже везде нет нет ни с какими коллекторами никогда не было но это хорошо так а вы помните последнюю операцию в вашем личном кабинете до мошеннических действий то есть возможно покупка какая-то или же там пополнение коммунальных услуг последний раз я платила за проезд транспорте 32 рубля 72 рубля это сегодня было 32 рубля да в автобусе 32 сегодня хорошо примерное время помните там три часа четыре для того чтобы я мог различить транзакцию это ваши но это где-то было часа три назад то есть это время не нужно три часа назад это было да вот сейчас 5 часов да это где-то было получается хорошо банком пользуетесь только сбербанка верно меня есть верля и альфа-банк карты последнюю операцию назвали а также в заявке на кредит указан официальный доход ваш вы зарплату получаете на сбербанк нет просто здесь указана зарплата в размере 35 тысяч рублей это достоверная информация либо же ее заменили но у меня по-разному зарплата хорошо также системе отображается что у вас есть активный вклад вклад вы оформляли сами или сотрудниками банка сотрудниками банка оформляла хорошо а вы помните свой ориентировочный баланс по карте до мошеннических действий ну там не нужно точно дома просто примерно там ну округлить чтобы это сумма что около 200 тысяч хорошо баланс 200 она правда сколько было это для того чтобы эта сумма будет страховаться потому что если в случае снятия этих денег мошенниками то вот сумма которую сейчас говорите будет застрахована и в случае потери денег вам банк компенсирует отлично ну на карте на карте 40 тысяч примерно на вкладе 200 хорошо так я стала теперь перрифицировать вашу личность это фио полностью и дата рождения 0 1 0 1 91 к примеру 2 рова татьяна викторовна верно так и дата рождения дата рождения 10 января 84 год хорошо татьяна смотрите сейчас я вас переведу на старшего специалиста для того чтобы откунить заявку по кредитной операции подождите одну минутку уважаемый клиент здравствуйте здравствуйте меня зовут колесников константин олегович старший специалист финансового отдела соединили со мной по вопросу решения дальнейшей ситуации которая произошла сегодняшним днем по вашему счету вижу что ранее работали с предыдущим специалистом были проинформированы о том что сегодняшним днем по вашим данным была попытка оформления потребительского кредитования и также неоднократная попытка перевода денежных средств на сторонние ресурсы эти операции вами не подтвердились поскольку сегодняшним днем самостоятельно вы их не производили правильно мне говорил только про кредит про попытку взять кредит на какого-то там другого человека была указана карта для зачисления на другого человека якобы вы самостоятельно подаете запрос на оформление кредита но только лишь для зачисления этого кредита карту указываете не свою а стороннего человека потому что бы об этом средств он мне не говорил еще раз хорошо я вас об этом информирую в таком случае поскольку сегодняшним днем помимо самого запроса на потребительский кредит проводилась неоднократная попытка перевода денежных средств также закрытие всех ваших пластиковых продуктов с целью получения суммы на данном этапе пожалуйста уточните в связи с тем что банк идет основные подозрения на утечку персональной информации со стороны структуры отделения путем недобросовестных действий со стороны рядовых специалистов понимали могли бы мне ответить когда последний раз обращались в отделение сбербанка по какому вопросу также это было приблизительно не точно это было недели две назад я меняла купюру порвано не или порванную купюру в тот момент я так полагаю контактировали со специалистами за специалистами в свою очередь во время исполнения должностных обязанностей какие-либо неправомерные действия заметили возможно что-то не понравилось в обслуживание но они ничего не заметила плохого хорошо в связи с тем что отображается что ваш сбербанк онлайн сегодняшним днем был выполнен вход с устройства планшет возможно вы замечали но у каждого рядового сотрудника в банке менеджер это либо же кассир имеется устройство с помощью которого производится операции по обслуживанию клиентов это рабочий планшет доступ к которому имеют только сотрудники банка такого планшета сегодняшним днем был выполнен вход ваш сбербанк онлайн и проведен ряд операций которые влияли на вашу финансовую безопасность вот как они не могли зайти вот с этого устройства там же чтобы зайти нужно ввести номер карты да и приходит и сам это мой телефон может телефон придет наверно все верно поскольку ваш номер телефона является основным к нему подключено смс-информирование сбербанка все сами должны поступать на ваш фактический номер телефона вам не поступали осведомления по всей видимости по той причине что ранее по вашему номеру телефона была установлена переадресация смс на номер с окончанием 1771 если этот номер является вашим дополнительным пожалуйста дайте мне об этом знать если же номер вашим является 1771 это же через мобильного оператора делалось переадресация вероятнее всего это делалось через мобильный кабинет вашего тарифного оператора поскольку эта функция не является скрытой и подключить ее себе может абсолютно каждый клиент странно но смс о том что был вход в ваш мобильный кабинет сбербанка о том что была подтверждена кредитная заявка и о том что были проведены переводы ваших средств вам об этом информации никакой не поступало верно нет ничего не приходило я вас услышал ну вот мне туда вчера деньги зачисляли 5000 мне приходило и приходилось там эльска в порядке было никаких переадресации вероятность того что переадресация была установлена временно не на весь период времени чтобы вам не приходили смс совершенно а в момент когда это требовалось требовалось получить смс-сообщение переадресацию подключили смс также вашего телефона переадресировали на сторонний и переадресацию после необходимой информации которая уже была получена отключили это неоднократный случай по вашему региону который проводится такого характера а вы звоните откуда? из Ростова? нет вам поступает звонок официального источника нашего банка это город Москва улица Вавилова 19 номер телефона можете проверить в вашем банковском договоре в случае если при вас он имеется ну это какой-то мобильный номер хорошо я поняла ну дальше на данный момент мне пожалуйста подскажите поскольку мне для проведения дальнейших рекламентных работ потребуется добавить вас в защищенную сессию банковского чата либо же по вайберу либо же по ватсапу с целью того чтобы звонок был защищен сквозным и к вам был подключен курирующий специалист поэтому подскажите пожалуйста используете ли вы вайбер либо же ватсап ватсап а что на ватсап мне позвонят на ватсап вы будете добавлены в банковский чат с помощью которого будет проводиться дальнейшая операция ну давайте попробуем номер подскажите пожалуйста к которому подключен ватсап 4432 верно? да да хорошо я вас услышал до минуты пожалуйста в таком случае попрошу вас оставаться на линии не отключаться как только вам поступит смс о том что вы были добавлены в банковский чат его пожалуйста прочтите после чего последует звонок хорошо интернет присутствует у вас на телефоне верно? да интернет у вас присутствует в таком случае до одной минуты пожалуйста сейчас вам поступит звонок поступит его примите угу хорошо раньше было лучше звук сейчас похуже звук когда общались с вами да у вас хорошо интернет работает подскажите да у меня тут и интернет плохо работает и связь плохо работает еще раз пожалуйста у меня все плохо работает и интернет и связь плохо работает интернет правильно понимаю? ну и интернет и сим-карта тоже плохо работает подскажите вы подключены к мобильному либо же к вай-фаю? не у меня вай-фай к вай-фаю в таком случае одну минуту буквально угу алло хорошо смотрите в таком случае на данном этапе я буду предоставлять вам дальнейший инструктаж с помощью которого мы с вами аннулируем все неправомерные операции которые ранее проводились по вашему счету в первостепенному мне потребуется чтобы вы сейчас поставили меня на громкую связь и перешли в ваше мобильное приложение Сбербанка онлайн с целью того чтобы просмотреть информацию по кредитной заявке которая ранее была подана от вашего имени хорошо сейчас захожу секунду так я должна зайти в Сбербанк онлайн да? да заходите в Сбербанк онлайн правильно так зашла да далее я вас попрошу сейчас пролистнуть по экрану немного ниже до момента пока у вас не отобразятся разделы да влады и счета безопасность цели и слово кредиты кредиты есть у вас будет зеленый блюд да есть есть кредиты видите нажмите на зеленый плюс пожалуйста так у вас же слово кредиты так так у вас открывается следующее окно в этом окне вы видите список банковских предложений у вас отображается кредитная карта кредит ипотека рефинансирование и прочее из этого общего списка для того чтобы просмотреть информацию по кредиту вы выбираете раздел 2 нажимаете кредит кредит на покупку мечты либо же долгожданный отпуск у меня такого нету у меня есть кредит к покупке в рассрочку кредитная карта автокредит ипотека рефинансирование проверка кредитной истории уведомления об изменении кредитной истории поручительство и залог вы сказали вы сказали с самого начала еще раз сверху прерывайте первое первое это кредит второе покупки в рассрочку третья кредитная карта выбирайте выбирайте кредит выбирайте кредит так кредит так вот и на данном этапе я попрошу вас слушать меня максимально внимательно поскольку существует два исхода событий из-за того что на данный момент известно что утечка ваших персональных данных происходит напрямую со структуры банка путем неправомерных действий со стороны специалистов эта заявка которая была подана от вашего имени сейчас у вас может не отображаться если она не отображается то у вас будет отображаться сумма кредита якобы 100 тысяч рублей с указанным сроком на 60 месяцев да если заявка от вас не скрыта а у вас заявка скрыта правильно у меня не показывают заявку мне просто предлагают взять кредит от 100 тысяч до 3 миллионов нет смотрите сумма какая там установлена в окошке он пишет сумма кредита возможная от 100 тысяч до 3 миллионов рублей на 60 месяцев да просмотрите у вас есть строка в которой крупными цифрами написана сумма кредита это либо 100 тысяч рублей либо же сумма которая от 100 тысяч отличается любая другая крупными цифрами должно быть написано внизу написано срок кредита 60 месяцев а чуть выше сумма самого кредита ну он пишет миллион триста двадцать еще раз один миллион триста двадцать тысяч рублей вот смотрите что мне требовалось вам и объяснить в случае если бы у вас отображалась информация якобы кредит размер которого составляет 100 тысяч с указанным сроком на 60 месяцев это свидетельствовало бы о том что заявка от вас скрыта и у вас не отображается никакой информации то есть это шаблонное значение которое отображается абсолютно у каждого клиента но так как сумма у вас указана как вы видите не 100 тысяч то есть это не стандартное значение перед вами открыта именно та заявка которая ранее была указана злоумышленниками на полную сумму на полный срок который возможен для подачи заявки на такую сумму сумма действительно не маленькая поэтому чтобы избежать начисления данных средств на сторонние ресурсы поскольку при подаче данного заявления на кредит была указана карта другого человека для получения это изначально вам оговаривали требуется произвести зеркальную процедуру по переподаче данной заявки с какой целью с целью того чтобы от имени клиента в этом случае от вашего имени в систему банка поступила вторая по счету заявка под аналогичными параметрами которые ранее были указаны якобы от вашего имени само разумеющееся что собственных данных вам вводить в этой заявке никаких не требуется потому что на момент подачи этого заявления третьим лицом все ваши данные вплоть до серии номера паспорта фактического адреса проживания и адреса регистрации адреса прописки уже были указаны в этой заявке вы лишь сможете только их проверить действительно ли они совпадают с вашей после чего как только заявка попадает в обработку в течение некоторого времени вам поступает отказ поскольку банк понимает что в оформлении кредита вы не заинтересованы средства вам такого объема не нужны и поэтому так как мы проводим эту операцию с целью того чтобы заявку отменить вам придет смс о том что заявка отклонена а вы же вы же вы же вы же сотрудник банка вы можете просто отменить вы же сотрудник банка вы можете просто я говорю вы сотрудник банка вы можете просто отменить ту первую заявку вот мы сейчас с вами этой процедурой по отмене и займемся ну получается что нужно подать вторую заявку чтобы отменить первую а может быть просто отменить первую заявку Я вас очень плохо слышу. Повторите еще раз. Я говорю, вы говорите, что нужно отменить первую заявку, подав вторую заявку. То есть заявка на заявку. А если вы просто отмените первую заявку без подачи второй заявки? Смотрите, объясняю. В первой заявке, в момент ее подачи, злоумышленники указали карту для зачисления другого человека. Это заявка. Заявка приостановлена, но из банка она не удалена. По причине того, что мы с вами проводим зеркальную процедуру по переподаче, направляем точно такую же заявку под теми же параметрами на такую же сумму. Поступает от вашего имени вторая заявка. Но в этой заявке никто не будет указывать карту стороннего человека для зачисления. А если я пойду сейчас в Сбербанк, в отделение, и просто попрошу отменить заявку? Первую. Дело в том, что... Объясняю. Дело в том, что основные подозреваемые, которые банк на данный момент может вести по уголовному производству, и являются сотрудниками линейного отделения банка, то направляться в отделение для решения этого вопроса вам как минимум не является целесообразным и небезопасным для ваших финансов. Поскольку в случае, если вы обратитесь именно к тому специалисту, который был ответственным за компрометацию ваших данных, вам соответственно... Ну я ж могу пойти в другое отделение. ...средства будут утеряны. Я была в отделении на Ворошиловском, вот когда я меняла купюру. Это последний раз. Я могу пойти в отделение в Золотом Вавилоне. Там ни разу я... В отделение банка, я вас еще раз рекомендую, направляться вы не можете. В случае, если вы направляетесь в отделение банка, так как я вас информирую, что при отделении банка может находиться рядовой специалист, который компрометирует информацию клиентов, вы попросту утеряете всю сумму средств без возможности восстановления, поскольку вы как клиент получили страховой звонок по регламенту банка, все операции, которые должны были быть выполнены, вами не выполнились. В противном случае, банк зафиксирует отказ от дальнейшего содействия. В случае подтверждения этой заявки, к сожалению, подать апелляцию на то, что вы не согласны с этим решением, будет уже необходимо только в судебном порядке. Угу. Ясно. Ну... Ну давайте... Так, что нужно сделать, вы говорите теперь? Еще раз подать заявку, да? Да, у вас внизу экрана есть кнопка продайл, говорит, зеленого цвета, видите? Угу. И что будет, если я нажму эту кнопку? Вот, вы нажимаете, и у вас открывается первый шаг зеркализации. Отобразится перечень персональной информации. Будут указываться ваши данные, такие как серия и номер паспорта. Первые и последние цифры у вас будут отображаться, все остальные цифры будут скрыты звездочками с целью того, чтобы эти данные не были скомпрометированы. Вы можете сверить эти данные в случае, если сомневаетесь, что они указаны ваши. Ой, сейчас. А... Сейчас, подождите. Продолжить. Ой, он пишет, фамилия менялась, надо поставить галочку, да? Вот. Нет, 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 нет. Вы ничего не меняете. А если у меня фамилия изменилась? У меня фамилия... Не важно, не важно. Вы же... Ну, вы же не меняете... Вы же не оформляете себе кредит. Если бы вы оформляли себе кредит, вы бы указывали всю актуальную информацию. А так как перед вами открыта уже та заявка, которую злоумышленники формировали от вашего имени, вам в ней менять ничего не нужно. Потому что именно под этими данными банк заявку принял к рассмотрению. То есть, все, что там написано, этого было достаточно, чтобы подать заявку якобы от вашего имени. Вы ничего не меняете, вы только можете проверить. Поэтому вы видите, что указан ваш паспорт. Мне с ваших слов требуется зафиксировать то, что вы самостоятельно эти данные в заявку сегодняшним днем не вводили. И что вообще не в курсе о происхождении данного кредита, что к ситуации никаким образом не причастны. Я поняла. У меня пропали вот эта вот строчка кредиты, пропала. Мне ее заново надо найти, да? Вот вернуться на главную, правильно? А вот кредиты пропали. Вот та вот кредит из... А что на экране отображается? А вот цели, инвестиции, пенсии отображаются. Еще раз? Цели, инвестиции, пенсии. Мне вверх надо подняться, да? Ага. Да, смотрите, вернитесь на главную страницу, найдите раздел «Кредиты» и нажмите на зеленый плюсик еще раз. Так, сейчас ищу. Ой, вот они. Так, кредит. Сумма уже теперь пишут, миллион четыреста двадцать восемь, а тогда писали миллион триста двадцать. Это с учетом страховки. Сумма может варьироваться. Видите, вы никаких данных самостоятельно не указываете, но сумма меняется в зависимости от самой заявки. То есть заявка у вас одна, вам в любом случае менять в ней ничего не требуется. А внизу он пишет, сумма кредита, включая защиту, миллион семьсот десять тысяч сто восемьдесят рублей. Это дополнительная комиссия изначально у вас добавляется, обращать внимание на эти значения вам вовсе не требуется. Сумма, включая защиту, вам также эта информация не нужна, поскольку я вам объясняю, что кредит мы подаем на отклонение. Пользоваться вы им не будете. Хорошо. Продолжить. Вы нажимаете сейчас продолжить, да. Ага. Что отображается на экране сейчас, уточните? Серия номер паспорта и фамилия менялась. Вот, серия номер паспорта. Ага. А сейчас вы повторно нажимаете продолжить, еще раз продолжить, ничего не редактируете, ничего не меняете. Так, продолжить. Ой. Отображается адрес регистрации. А он прописку мою пишет старую, а у меня прописка сейчас другая. Он пишет прописку 40 лет победы, а у меня прописка сейчас маршала Жукова. Видите, иногда данные могут не совпадать, потому что они могут вводиться устаревшего характера. Но это не страшно. Даже если данные не совпадают, нет, 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 вы ничего не меняете. Именно под этими данными банк принял запрос к рассмотрению. Даже если на сегодняшний день они не являются актуальными, вы ничего не меняете, потому что именно эти данные вводили злоумышленные. Вы нажимаете продолжить пастор. Видите, у вас отображается ваш номер телефона? Да. Дополнительный телефон. Скажите, пожалуйста, у вас указан? Нет. Не указан дополнительный телефон. Не указан. Нажмите на кнопочку тип дополнительного телефона в маленьком меню, выберите слово «Иной». Так, ой, а тут нет такого тип, тип, иной, о, есть, иной. Так, нашла, нашла иной, да, нашла. Игорь, отлично. Смотрите, у вас открывается теперь панелька для ввода номера телефона. Туда требуется ввести совершенно любой номер телефона, просто чтобы он не совпадал с вашим основным. Можете либо какой-то придумать, либо же ввести в ваш, но поменять одну цифру. Это не обязательно, но поле требуется к заполнению. Так, ввела. То есть, какой номер вы туда укладываете, совершенно не важно. И в самом низу, просмотрите, у вас есть строка «Среднемесячный доход». Так, есть. Пообщите мне, пожалуйста, какая-либо сумма там установлена, либо же поле абсолютно пустое. Нет, оно пустое. Пустое. Хорошо. В этом случае до одной минуты я на данный момент просмотрю сумму, которую восстанавливали злоумышленники от вашего имени, и попрошу вас ее ввести. Не отключайтесь. Хорошо. Спасибо за ожидание. Попрошу вас на данный момент указать сумму в размере 38 тысяч рублей 735 рублей. 38 750, да? Да, да, да. Так. Ввела. Все, и теперь нажимаете «Продолжить». Указали? Угу. Угу. Он пишет «Недопустимый номер». Недопустимый номер телефона. Ещё раз, пожалуйста. Пишет «Недопустимый номер телефона». Потому что вы, видимо, вводили номер с «семёрки», правильно? Ну да. А оно так тут автоматически? А оно без «семёрки», потому что «семёрка» автоматически выставляется. «М-м-м-м-м-м-м». Понятно. Хорошо, я спрашиваю. И не забудьте правильно по городу ввести. Ход. Ход. Ну, правильно, да, всё, ввела. Да. Хорошо, и теперь нажимаете «Продолжить». Продолжить. Теперь вы видите общую информацию у анкете. Сумма заявки, срок заявки, процентная ставка самой заявки. И в самом низу экрана у вас есть кнопка «Подтвердить». Видите, она горит у вас серым цветом. Так. Угу. Есть кнопка «Подтвердить». И много левее кнопочки «Подтвердить». У вас есть маленький квадратик, куда необходимо поставить галочку на пользовательское соглашение. Анкета, часть первая. Ставите галочку с тем, что вы ознакомлены с фактом мошеннических действий. И кнопка загорается у вас характерным зелёным цветом. Как только кнопка загорелась, на неё нажимаете. И вам приходит к СМС с официального источника нашего банка, с номера 900. В нём есть пять цифр. Эти пять цифр вы запоминаете. Мне их не озвучиваете, поскольку информация эта конфиденциальная. И вводите в самом Сбербанке. А заявление, вот они пишут заявление анкеты, её не надо посмотреть? Её ж надо проверить, наверное. Нет, вы просто ставите галочку. Подождите, вот я открыла это заявление анкету, тут на трёх листах мелким шрифтом это надо всё прочитать. А вы можете нажать назад. Можете либо закрыть анкету и нажать назад. И там будет галочка слева, квадратик пустой. Вы, видимо, случайно просто пользовательское соглашение открыли. Там действительно очень много мелких букв и очень всё сложно читаемо. Нет, это анкета на получение кредита. И тут все данные указываются... Всё, верно. Это все данные, которые ранее использовались от вашего имени. То есть вы видите саму анкету, заявление... Нет, что я даю согласие... ...паспорта, ваше имя... Нет, тут указывается очень много информации, например, что я даю согласие на сбор, согласие на обработку персональных данных. Такие данные. Субтитры подогнал «Симон»